АТОМ ЭКСПО 2018 Командировка на международный форум АТОМ ЭКСПО 2018 – это первый опыт работы для журналистов канала АТОМ ТВ на столь масштабном и серьезном мероприятии. Этот форум посвящен атомной энергетике. Это, конечно, большой шанс для меня и для всех остальных узнать о таком масштабном мероприятии, где принимают участие разные люди, разные страны, узнать что-то новое в науке, в достижениях ядерной энергетики. Какие задачи перед вами стояли? Нам нужно было показать форум глазами детей, показать разные выставки, разные достижения в ядерной энергетике. Скажи мне, с кем ты пообщался из людей на форуме? Я пообщался с таким очень важным человеком. Это генеральный секретарь Министерства высшего образования Замбии Мавута Сакала. Ему очень понравился конкурс. Он заинтересовался нашей площадкой. Мы узнали, что Замбия развивает свой ядерный проект и на этом форуме ищет новых партнеров, которые помогут им в дальнейшем развить свой проект. Я понял, что нужно развивать свои навыки в стиле журналистики. Узнал о таком большом мероприятии, как Атом-Экспо. Запомнилась умная утилизация. Она, конечно, сейчас и есть, но ее же до сих пор продвигают. Например, Росатом до сих пор пытается придумать утилизацию, которая будет утилизировать отходы, грязную воду в чистую. Чтобы все было идеально. Они вот это все планируют. И я заинтересовался очень сильно, потому что у нас в Десногорске все хорошо с водой, а в некоторых городах может быть что-то плохое с водой. Например, я слышал то, что в Питере плохо с водой. И то, что они презентовали на Атомакс, это было интересно. Плюс еще они показали экзоскелет, который имитировал движение человека. Ну, на тебя надевается этот экзоскелет. И тут справа сверху робот. Точнее, его большая часть. Ног у него не было. У него были только руки и голова. И при этом, когда этот экзоскелет надевался, например, наш, я не помню, как его, вроде Сергей зовут этого человека, он вот так двигал рукой, пальцами, головой, и этот робот полностью все повторял. А на самом деле это было очень увлекательно. Не ожидал, что когда-нибудь это я увижу вживую. И можно сказать, что очень приятно было туда попасть. Очень интересно. Школа Росатома дает мне возможность улучшить свои навыки тележурналистики, понять, каково мое место в будущем, определиться со своей как раз-таки профессией. И я думаю, что даже если я окончу 11 класс, то школой Росатома я буду до сих пор увлекаться, потому что этот проект мне дал много всего возможного. Я чувствую, не знаю, себя немного молодцом, можно так сказать, или нужным. Так что школа Росатома, можно сказать, дала мне вторую жизнь. Не забыли сказать ребята и слова благодарности своим наставникам. Я хочу поблагодарить своего руководителя, Петрову Елену Александровну. Она помогла нам с роликом, за которым мы получили третье место. Она наставляет нас, рассказывает что-то новое, помогает, дает наставления. Также хочу поблагодарить нашего руководителя, Петрову Елену Александровну, потому что она не только просто нас наставляла, случалось так, что когда вот с кем-то мы там ссорились, или что-то у нас происходило не так, она нас всегда приободряла. Еще хочу поблагодарить нашего куратора Ирину Михайловну Прохорову, она нас тоже наставляла, она нам помогала. Участие в Атомэкспо – это ощущение сопричастности к уникальному проекту школы Росатома. Ведь именно благодаря ему у начинающих журналистов появилась возможность получить опыт работы на этом форуме.